не будем ехать без ничего понял потому что я на себе пиздец их ебут один чел ставится на звезду все там чел уже в бане там очень сильно с этой фуни это не вот я не понимаю почему не в дубай не в европе uber так не делает а вот тут типовой чел можете по тебе отменить может не доехать uber тебе может цену завысить и так далее это полно но вот меня именно на единственное было все проблема в киеве такси я выходил после стрима не телефон упал в этот кармашек да я и двин был а я думал повербанки телефон а я мне всегда два телефона на стрима же я выкупаю это мой основной телефон и тип уже уебал что мы значит делаем один у меня тогда сел недельку и он говорит а помнишь зенли приложение я хотел утром удалить его он говорит я тебя по этому приложению нашел и мы смотрим и телефон уебывает мы ловим таксиста садимся с такси с никита ебашим за этим типом во двор видим машина стоит понял я вижу телефон на районе а он упал в этот кармашек клиента вряд ли у него кто-то был он их там уже спать поехал холодно это ноябрь месяц перед моим д.р. мы стоим осматриваем и вин же вот такая залупа огромная с хорошей стороны но он же огромный мужик будете блять собакой ходит он такой типу сюда иди типа извините можно вас на секунду идите сюда начинать съебывать блять этой собакой на руках и ловит говорит кто здесь живет вы знаете эту машину не 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 я тут не местный мы так трех типов половили я думаю блять что делать я тоже думал ебать по тачке мы ебанул разок нихуя понял я вот так вот типа открывать пробуйте не бро знаешь что мы делаем мы набираем понял набираем по квартирам кто-то берет трубку что-то не берет набираем соседу к кому-то говорю тут ваша машина стоит нам нужен этот человек таксист на телефон потерял него машину какая квартира он такой то 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 квартира понял нехуй делать мы блять открывают нам выпустите нас да конечно а если муки то бандиты были и просто на рандом ударе гол таксисты которую гвин открыть дверь а там гвин стоит нахуй так дом и стучим ему в дверь этому для есть он сейчас не открывает этому я отбью окно просто развиваю забирайте не похуй или там грязно чего всего штраф там не заплачу я просто разобью окно или он типа заморозить дорога гонял мало ли тип же даже не понимает вдруг он заморозится вдруг он уже телексе отжал потому что такси и телефон типа в нем и дом а я его не вижу понял в кармашке там где он он не вижу вдруг он уже подрезал себе или вдруг он типа на крысу включит а мы там втроем сейчас просто потому что нахуй перевернем блять зачем дверь открывает мужик 3 типа стоит и никита я такой и вин блять стоит извините в этом телефон у вас потеряли машине типа у нас заказы был да типа без проблем пойдемте открыл машину задал телефон буду пасибо огромный уникальным кинем указать какой-то зачем денег не надо говорю да блять но просто типа знаете от себя все таки порешали больше ничего таких моментов не были так вот я забыл сказать так типы тут вот он может ехать к тебе и просто проехать и уебать дальше может типом с другим или как я выходил под пар парковки выхожу вижу такси через дорогу понял я ему машу рукой он не машет рукой и просто уебывает меняет заказываешь может так блять я много сочин его пиздец или как мы в баню ехали блять тоже цена цена к бане 150 лир тип ставить 300 но он рядом думаю ладно едем уже за 300 потому что рядом там vip такси какой то вот такое же какая-то а нам поебать какое он становится я ему говорю вам 300 450 такой нихуя себе при ты указал не там точку а я же вижу что . там на карте стоит ну блять но я же не драйверы указал и по карте и все сходится он не начинает впаривать что не там . это дороже я звоню азиму азим начинает с ним петлять он говорит мне еще это все дорогое типа vip такси вы заказали а там приложение типа ты выбираешь вот и драйвер и такой хуйни нет вот это приложение допустим вот мы тут стоим я вам покажу сейчас вы понимали вот мы тут допустим и мне надо допустим к себе домой да и вот я выбираю цена вот эта цена 112 но по ней никто не едет всегда надо увеличивать чтобы не ехать надо добавлять и прикол в том что тут нету vip а вот это бирюзовый никто их наберет только обычно данили в убери стоя на блять да и постоянно сука и момент поэтому в европе вообще не мою проблему только вызвал приехал сел уехал встал все уклон uber точнее но я даже самая типа удобная прям тема но я ездил на в дубае блять даже есть еще проблем нет это типа сервисные темы типа доставка такси там что еще вот сегодня я вчера спал меня на весь коридор кто-то кричал блять это сигнализация что-то понял блять вдруг дом горит на я же даже не понимаю что блять происходит понял сижу в квартире бляду сейчас горю на хуй еще на на турецком думаю блять может шо такое дальше спать я шо ебушу там говорят я так моменте задумался типа думаю блять аристи или пожар блять на турецком буду говорит я же жениху я не на польском то я пойму я-то понимаю поиски но не прям профессионально на гиббовируется на английском должно нет ухожар на по-турецки вся мама дело и все мы его с зимой выходили когда я только приехал блять мышь пожарную тревогу застали и вы убегали на хуй сбомонтивали по-турецки по-английски было было да я не помню турецком может кто-то просто по громкоговорителю там эй брат пятой квартире заходи чай попьем так грибу блять что там может быть такое какие еще минусы варшава есть про турцию рассказывал да не это просто понимаешь везде есть все плюсы и минусы больше минусов я пока не знаю ну холодно да но я как раз еду в период тепла на холодно пиздец твоего нахуй блять пока там холодно на холодновато я не люблю я там там сколько по плюс 25 там тепло да тоже мне прям жара тут ли там вообще пиздец мне кажется я знаю мы тогда с дашей гуляли помню стримили шли в наруто ресторан и пришли на стекло с меня рели текла вода просто с нее тоже я думаю ебать мы прошли телефон еще умирать будет по-любому отсюда еще знаешь такой сложный путь ты идешь тебе еще то горы да ты пиздуешь вверх еще такой ебать и жарят и такое чувство вас усталости ебаный ты такой на ебаный надо к моему братку съездить еще раз да летом поедем когда повода там будет заебись да летом пиздец на природу мы к нему брату ездили все прикольно посидели там почили но холодно было тоже я ебал поводка да красивая посмотреть город мы даже не гуляли толком и так чисто туда-сюда нечего весело время провели охуяна ты заебись когда я стражу вы чё ты куда его отправляешь к стражам и куда он свой блять слышишь я уже съездил куда ташкент блять или где-то не понравилось тебе кто-то там был не кого сидя ошибки ты жил вообще ты все время в отеле жил один мне один раз был случай что я спал на вокзале да мне не было никогда мы короче учились на заводчике как раз такой период как раз вот этот месяц блять тоже на тепле мы с другом учились на заводчике мою подольске и нас поезд на деревню что подольске все как тем шапка жмет и короче такой момент нас всегда поезд 4 утра отправился на деревню мы приезжали там 10 нас забирали вся хуйня мы с сумками сумок дохуя мы там жили три недели там куча вещей у него там я тащу он тащит эти закрутки мама говорит банку выброси в закруток ебало сломаю нахуй это железяка мы просто из-за стеклянных банок несём что-то сука эти зошиты приходим блять на вокзал мы вышли что ты понимал мы вышли в 3 заранее там одна ветка там вообще ну не такой наш вокзал просто там проходной поезд проходил через могилёв я блять прихожу на вокзал смотрю на часах пять вечер пять утра он опять утра именно такой чё блять пять утра мы вышли в 3 думаю не может же быть нам идти минут тридцать максимум и где надо было дохуя мы еще такси не брали такси 120 гривен высокая не брали такси дохуя стоило на пешком ебашили километров 4 где он 5 просто мы столько смотрим 5 утра а я не выкупаю в чем прикол я кассирши говорю а шо где поезд и так уехал честно говорю а как это уехал так сегодня время на час переводят он и час раньше уехал и мы типа такие вахуя сидим не варик уже возвращаться понял вообще потому что ключи сдали все сдали да и домой хочется нахуй туда с этими сумками идти блять вот так рядом циани были мы с ними вот так блять на лавочках вот так я кофту одел укутался его тупо спал на вокзале где-то до 8 до 10 мы спали понял я таку спал холодно я всегда за сумку думаю сука не пиздить эту сумку внутри никто не дергается я сука так держал но мало ли я ебу кто там двигает там это старые люди такие все какие-то поняты смотришь на их лица они как будто хотят тебя сука ограбить и хотят что-то подрезать тебе какую-то тушенку твою последнюю мало ли я всегда помню ассоциация с вокзалами блять была жуткая потому что на вокзале я когда-то ехал на киев свинницы в одной руке шаурма второй кофе телефон с кармана торчит кошелек торчит два мелких пиздюка набегает на меня пони набег делают дай денег дай денег и сука такой ногой нахуй отсюда блять чмо блять ногами понят блять пуля час вытащит телефон вытащат блять кошелек съебут оно маленькое вот такой пам-пам в канализацию прыгнет хуй найду блять этого храбака думаю ладно вот так переставляю тут шаурму блять достаю этот кошелек тогда я ему 5 гривен власть второй вот этот цыпленок видит 5 гривен и начинает бежать с кулаками пизда чему дает начинает пиздиться за эти пять деревен я такой блять ладно я съебу это еще и провоцирую понятку там маркет блять я съебался просто побыстрее на вокзал так вот мы спали с этими типами на вокзале и потом до 10 утра ждали автобус который едет но на этом 3 или 4 часа и мы ехали сша зачем максов пускай спит блять я себе заболел я вообще в багажнике ехал и спал вот эти тачки еще плюс пробки пробки это пиздец мы знаете с чем столкнулись приезжал морген со своими ребятами приезжал мы ехали тоже они едут в одной машине мы едем в этой мы едем к ним в отель типа они там концерт переодеться мы уже едем блять нам ехать два часа с центра с галата порт на азию два часа в час пик два ебаных это пиздец а момент такой мы похавали выпили ну чуть-чуть нам пригубили грязи дали воды еще напились и хотим ссать бро очень хочется писать пиздец и ты не знаешь хуй где станешь потому что как вот здесь где ты тут станешь поссать меня и пробка и и мы блять достаем вот так бутылки выливаем их через вот эту вот выливаем блять машина была вот это сиденье вот так отодвигаем и вот туда завозим и салли бутылки а что делать ссать хочется глаза такие ссать хочется пиздец наверное то же самое мы бутылок там 6 насалили 7 нахуй ну блять обратно закинуть ему туда на самом деле я бы не стал нервным бутылку хуярить я бы наверно попросил его прям установить даже вот похуй где не рады где ты станешь вот трасса ну я понимаю тысячи людей где ты будешь знать ты нигде не поссишь это в бутылку блять еще понял при всех типа пиздец что при всех ты туда залез туда бро багажник и туда займя туда перелазили только голова торчит и ты слышно коленях все так и все ладно более-менее типа ты ж не тут вот так хуй досталось верно кали конечно но ни нахуй никто ничего не смотрел вам никто за это не звездное небо роллс росик все это ебать ну даже чатик не читал толь не тоннельный движ немного был чикс сейчас мы выйдем из тоннельчик почему злой боёбуется сколько он проебал и всем похуй так я ничего не говорил об этом вообще если что проебал деньги я не знаю что-то придумывал себе бля релочи ничего про деньги кто будет на стримхате на стримхате будет артур макс но все будут вообще все как будто прям кто есть да а дарит инсайдер вот это кстати я думаю нет большинство короче кто за всякий движ всегда то все будут братика возьмем это будет ластовая наша встреча уже грустно это ну не факт ну не как ластовая в стамбуле да мужики вот такая жизнь ебать и стоишь типы заснули нет только не поуставали там ничего плохого нет а если бы бутылок не хватило хватило всем я не стал кстати ты просто рассказал всех сдал да да я не говорю кто сам не я просто понял я этот я потерпел даты так дал жизни пиздец хорошо на жизнь я помню наш играть не будут один раз короче понял 100 лет айса школы то есть шараги блять иду домой и было минус это примерно 30 градусов на улице я хотел ссать ой нет я хотел срать блять да а я не люблю понял таких местах это уже не школа там шарага не был кент когда ты везде срал я перебью тебя на секунду он понял мы вот так ты с ним гуляешься хочу срать народного в листе или у него туалетная бумага в кармане с собой было хуй узнаю взял запретки там везде где-то срался на улице всегда он где там мог найти где посрать я клянусь да он где-то хватает на бубы бухаем и пошел срать такая ни разу на улице я один раз ну ладно да расскажи о том раз ну короче я и душа раги понял я вот ну я не знаю почему там блять еще туалеты были такие уебищные ладно были бы кабели кидал где можно да где можно закрыться а там дырки и они без кабинок я думаю да ебал так срать нахуй кто-то зайдет нахуй мне надо блять будет смотреть как я срую что-либлять на корточках сижу нахуй надо я побежал короче до дома думал успею нихуя все поджало понял я сажусь там хуярю там маленький кустик дерева просто я сажусь и прям ебашу за этим кусиком дерева машины ездят смотрят и думаю да похуй блять о чем не делать то ебать нет выхода нет бро это либо в себя понял тип штаны хуярить и бежать до дома либо нахуй же так так на карте не поделаешься ну да не такая же история бывает это я делал кто-то носил скобы на эти скобы брекеты брекеты дамы и мне удалили два зуба анастезия понял я пошел на комп и играть линейку после этой хуйни сразу и что-то я хочу срать я не любил срать каких-то местах рандомных любил только дома я понимаю что я уже так знаешь сижу уже долго и понимаешь и живот крутит и такой плана белу нахуй уже прижимает от компов домой километра полтора где-то понял далеко надо было идти я пиздую нахуй бегу понимаешь все на глаза не вижу бра отвечаю мы сейчас обосрусь там было две тропинки по одной все люди ходят и по другой только я ходил никто там не ходил никогда она такая скрытая блять кусты там дома там огород никто не ходит и вазь я залетаю это мой первый опыт как срать я всегда боялся в трусы на себе понял мало ли блять типа я сейчас сяду блять на ебашу кучу в дену и такой о блять прилетела было такое у меня даже даю грязи поднимаю бабушка блестит передо мной как ебать я такой ебать первое что я делаю я с грязной жопой что что тебя такой сами прикольно я короче понял одеваю нахуй трусы вот даже жопу не побил и вслед слышу фразу на говорит да сри уже малой сри покуй я не остановился я бежал с говном домой блять там ну такой типа такой понял шок из получил дерьмовый именно шок гаш не могу забыть об этом типа горе самое знаешь что самое растрогался нахуй слезы пошли блять мужики самое страшное это не сытие на морозе блять я клянусь если вы не хотите страдать на чем может быть на морозе когда-то мы бухали степами и всегда на точке брали водку на . и так там бабка варит понял ну типа маленький блять совершеннолетний я понял самогон варила вражеская бабушка не моя понял и пока типы все добрали никогда не брал наш я бач боялся вдруг словит на себе хуй достал на минус 20 паса тепленьким ветер еще подул стусил пенс одел выпили прихожу домой думаю чё сука что ты хуй что за залупа я за ночь раз десять бегал сать я прибегаю сать каплю дал хуй печет пиздец только в кровати он опять печет я опять сать его да по капельке пока и больно пиздец я думаю когда эта хуйня пройдет это без и страшно я не знаю как эту боль утолить его пиздец я по теплую воду пенсел поссал более-менее как-то уснул уже из-за усталости уснул уже ночь не спал на пару встаю тоже на паре опять это хуйня я вот так на паре просто бегаю сайт и говорит васяди на хуй честит до цистит на было тоже когда зимой нахуй посыше так это нет это не обязательно стать брат это может просто продуть у меня было просто ты допустим даже в трико одет понял но стрижом когда жил трико там штаны на тебе все комбинезон оно продувает само как-то по себе и начинаешь бегать в туалет да еще больно мне было очень она именно больно прям не было я прям часто просто бегал как после пива нахуй еще была такая хуйня как-то неудачно подрочил и болел посадь не мог так же тоже в туалет бегал ебать может руки не помыл просто блять не не всегда руки за чистым двигаются в рот и чё всегда бля руки первое у меня симпл на как домой не придешься надо должен всем мы моем руки я тоже прихожу домой даже кулаки не берутся домой шоев пять шаловая старый сообщение там прописал не делаешь него 5 мосоком не ехать домой кто мы сначала куда едем чем не 20 минут блять вот твой дом сзади вот они блять слева направо охуеть мне пишет 20 минут волосе блять смотри где спит такой сыз а ты можешь завтра с братиками подъехать просто забрать веру и поедете в час чтобы успеть 3 а через воде не мог поехать нам уж тоже спать лишь просто если он не будет выезжать час а если он будет стрим снате на логистике сколько скажешь только и поеду вот есть ты можешь поехать лера ты практики просто все свои книгой одной машине парень или костя косточка просто лечь вот так вот проблем я бы свадьи поехал на купить дел с ним почему не видел месяц я после стрима закончить кто а вы нету еще сниму есть 8 кто стримит так сейчас сколько время сейчас понял он не знает не разбирать прессе он сейчас не стримит мне поинтересоваться но он рано выйдет но я с ним поеду за ли что вы в аварию попали мне не 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 здашь тогда братском что подъехали хорошо они собирают без проблем сейчас мы с артура до отвезем сначала мы уже приехали вот так как на 2 часа до стрима может поспать что ты венок подмазал вот так значит да согласен блог брата на стриме этот брон на стриме превью готова может загрузишь начало 8 типа а ты бы с братиком еще не делаешь чего делаете просто поиграем бро ну типа вам дают чипс-чипс на дня там друг там я там условия такие там больше не чипс чипс там больше помочь братиком чем чип-чипс миха если ты такой помощник давли мне сейчас упадет просто можете кто напиши что он мне звонит что надо сделать да мне мне ваде просто позвонил пацаны сори сейчас сейчас они спросят что он хотел он мне наверно опять звонит или нет ты звонишь или кому-то уже другом не могу дозвонить шеф звонил блять сори а у него наверно сейчас попробуй ну в этом здании или позвонил алло поедем тачка ты сказал звонил брат интересуемся почему а как он глянет стримит что она сделать что да я уже сейчас заканчиваю слушай а ты во сколько едешь завтра зэк просто не понимает что на свободе делает скажи в час в двенадцать утра нет в час ну давайте тогда все у нас что там запускать но я с тобой поеду короче все в двенадцать выезжаем все если что запишешь а ссылка все на связку можете окнуть кто стримит что ты инстаграмчик я чек я инстаграм может т.к. сообщение да посмотри кто там есть кому братики юичка юичка гаечка екадзе фасолька оляша кому рейда чат симонет симонет я не знаю что ты блять говоришь нахуй давай этот гаечки давай хорошо мы лишь дашь есть права тут вообще это блять не буду сейчас чат это то сжожи же вроде нет она стримит это не она не это несколько видел а слева и на стрелку кировой так лёша и вошел и тактикс там люди рубинс это малых у него все яички лёвы яички лёвы конечно ты не видел я не шучу прям на стриме шорты порваны были у него так хуйнятка там без банана забанили ой у нас этот тоннельчик пацаны короче скиньте есть есть рейд не падает да плохо но не падает пускай не кидает мэля скинешь кинь гаечки кинь гаечки рейд я уже закончу сейчас спасибо всем кто был сегодня чипсы есть рейд все понял давайте все целую всем пока семьёв 8 удачи завтра вы задайте завтра все всем пока всем чипсы даже там привет тоже передать и Продолжение следует... Продолжение следует...